Всем здравствуйте! Сегодня в нашем видео будет моделирование, раскрой и уже готовое изделие сейчас платье. Вы смотрите, как шить платье трапециевидное из двух тканей компаньонов. Я думаю, что у тех, кто шьют, остаются ткани и вполне возможно шить что-то интересное. Мы здесь взяли две ткани сиреневый, это лен. И вот здесь у нас такая рубашечная ткань, она немножечко жатая, тоже хлопковая. Сочетание цветов очень интересное и гармонирует. Мы взяли такой и сделали летний вариант, но при желании, кто хочет, пожалуйста, ближе к осени вы можете взять, использовать более плотные ткани или вообще теплые ткани. И добавив длинный рукав, получаем совершенно другое изделие. При желании, кто хочет, делает себе тунику, регулирует длину. Платье, кстати говоря, по длине мы сделали разные длины переда и спинки. По спинке немножечко длиннее. Вот здесь вот мы думали делать, платье это не мое, шито не на меня. Значит, думали сначала делать разрезы, но потом после примерки решили, что сделаем не разрезы, а немножечко скруглим заднюю часть, а передняя остается такой вот, ну, не скругленной. На рукавчиках тоже дополнили полосочки ткани. И еще, возможно, возможно, я не знаю, сделаем мы так или нет, обтянем пуговицы именно вот этой рубашечной ткани и добавим, допустим, две или три пуговицы вот сюда. Ну и акцент, такой изюминкой этого платья, конечно же, стал карманчик. Этот карман тоже очень интересно вписывается сюда и он необычно такой, скажем, тоненький и хорошенький получился за счет того, что мы все-таки вот эту рубашечную ткань не выполняли вот эту вот геометрическую фигуру в подгиб, а мы ее просто вытащив ниточки, строчкой закрепили и у нас получилась вот так вот по краю идущая бахрома, которая придает такую воздушность этому карману. Теперь можете рассмотреть платье на мне. Платье это не мое, как я уже говорила, поэтому шита на немножко другую фигуру, там будет чуть-чуть другая посадка. Но на что я хочу обратить ваше внимание на очень красивые вот эти вот рельефы, которые мы сделали. И эти рельефы мы сделали не просто так, а в этих рельефах и расположены выточки нагрудные. То есть в этом рельефе выточка нагрудная, которая идет с правой стороны, в этом мы расположили рельеф с левой стороны. Ну вот этот рельеф он просто у нас как бы отделяет ткани и то, что я вам сказала, очень замечательный, красивый карманчик. Вот такое вот платье предлагаю вам сшить. Для моделирования переснимаем выкройку, основу. Спинку я пересняла, ну то есть вот так как мы и строим, это в половинном размере. А переднее полотнище я пересняла полностью. Вот так вот как есть, так я и переснимаю. Выточка талевая мы ее делать не будем, поэтому я ее прорисовала только одну. Линию талии вот здесь вот сейчас еще обозначу, не обозначила. И начнем моделировать сейчас со спинки и с длины. Значит смотрите, вот длина изделия. Спереди я буду делать короче, сзади чуть-чуть длиннее. И будет красивый такой вот разрезик. Небольшой, но красивый. Значит спереди длина вот какая есть на выкройке. Вот как я пересняла, так она остается. Опять-таки, а вы определяйте сами ту длину, которую вы хотите. Сзади на 5 сантиметров в готовом виде будет изделие длиннее. И будет разрез. То есть смотрите, вот от этой точки у нас мы соединяем и поднимаем вверх. Ну допустим сантиметров на 7-8 и здесь будет вот так вот проходить разрезик. Поэтому вот здесь мы можем для разреза что-то добавить. Либо допустим мы с вами можем нашить даже откосок и сделать застежку. И вот так вот откосок будет сюда переходить. Ну то есть можно рассмотреть разные варианты. Значит здесь мы определились. Ту же длину я отрезаю. Платье может быть абсолютно разное по силуэту. Мы можем его сделать приталенным. Мы можем его сделать трапециообразным. Если вы хотите делать трапециообразным, значит вот здесь вот тогда мы боковой срез немножечко справляем. Мы это часто делали, я показывала. Поэтому если захотите, так и сделаете. Теперь поработаем с выточкой. Выточки плечевой не будет, но будет кокетка. Сразу отвечаю на вопросы, как сделать кокетку, если выточка присутствует, а кокетку хочется сделать побольше. Значит откладываем необходимое количество сантиметров. Ну я возьму так вот 10 сантиметров. И под прямым углом относительно линии середины спинки я провожу линию. Ну вот смотрите, вот у меня так называемая выточка не доходит до этой линии. Поэтому мы ее просто берем и продлеваем. Вот так вот как она идет. Я ее продлила, а вот здесь вот сделаю вот такую вот линию. Все, вот мы с вами выточку продлили. К низу я буду немножечко все-таки делать небольшое расширение по этому платью. Поэтому сейчас сделаю следующее. До линии низа я расширяю и разрезаю. Это расширение будет небольшим, но оно будет. И сейчас выточку я хочу частично размоделировать. Разрезаем не обязательно, чтобы это была прямая линия. Как получается. И вот здесь выточку я вырезаю. Теперь немножко расширяю. Ну вот буквально так, чтобы по, допустим, линии, ну либо линию низа возьмите. По линии низа сантиметров 7. Вот так вот я беру. И здесь чуть-чуть спрямляю. Так, сейчас, секунду. Зафиксирую. И подровняю низ. Вот так вот я сдвинулась немножко. Сейчас обратила внимание. Значит, вот я. То есть излишки срезаю. Также я зафиксировала по линии талии. И теперь поработаем с кокеткой. Вот теперь выточку частично мы размоделировали. И выточка пошла наша в линию низа. Теперь дорезаю. Вот здесь вот закрываю. По середине спиночки мы с вами делаем обязательно сгиб. Подписываем. По спинке, как получится, можем сделать либо сгиб, либо шов. И я подписываю спинка, откладываю в сторону. Ну, другого у нас, собственно, ничего и не может быть, кроме спинки. Теперь сама кокетка. Мы ее смоделировали. Остается нам теперь, ну, немножко я буквально на сантиметр углубляю. И до выточки вот так вот расширяю линию горловины. Так, здесь мы все выполнили. Кокетку откладываю в сторону. Так, работаем и вносим корректировки в горловину переда. Складываем. Вот я сколько срезала спинки, сколько буду срезать и спереди. Вот так вот прорисовала. Углубили по желанию. Вырез может быть абсолютно-абсолютно здесь разный. Может быть круглый, может быть фигурный. То есть пока я делаю вот так. Так, расширение. Вот здесь тоже нам надо будет сделать, расширить. И сейчас мы поступим таким образом. Вот я разрезаю и точно так же расширяю. Но дальше у нас с вами будет вот здесь вот моделирование. Поэтому лучше всего, если мы закрепим это все на какой-то бумаге. На такое же количество сантиметров. Но я так визуально вижу, что я расширяю. Точно так же фиксирую. По линии низа, по линии талии. И дальше показываю, что делаем. Я сейчас подклеила, смотрите, по линии низа, на линии талии. И для того, чтобы удобно было нам дальше делать все рельефы, которые мы будем разрезать линии. Подкладываю вот так вот бумагу. И сейчас тоже зафиксирую, а дальше будем уже работать. То есть вот я фиксирую. Одну вторую сторону и продолжаем. Так, теперь начинаем простраивать рельефы и линии. Отступаю. Ну, с какой стороны, на какую вы будете делать, смотрите сами, как вы пожелаете. Я отступаю вот так вот сантиметров 9. Вот здесь вот отступаю. От линии проймы. От линии талии. Опускаюсь вниз. Ну, смотрите, здесь можно либо эту линию вот так вот для себя самой определить. Ну, посмотреть. Да, вот так вот линеечкой мы с вами взяли, провели. Ну, вот я смотрю, что я хочу, допустим, вот так. Вот, я ее провожу, эту линию. Теперь вам могу сказать, что от линии талии я опустилась вниз, вот так вот по боковому срезу на 18 сантиметров. То есть вот у меня вот здесь вот 18 сантиметров. Теперь дальше мы берем выточку нагрудную. Одну и вторую. У нас же две нагрудные выточки и они обе должны куда-то быть расположены. Поэтому сейчас я делаю следующее. Через эту выточку нагрудную я должна выйти вот сюда, в эту линию. Поэтому сейчас пока временно, еще раз повторяюсь, временно для удобства, чтобы я линию могла провести, я закрываю выточку нагрудную с одной стороны. Вот так вот. Ну, в верхней части я могу ее зафиксировать, потому что здесь она останется на своем месте. Вот так вот фиксируем. И теперь смотрю. Дальше через выточку нагрудную я провожу линию. И она у меня пойдет, ну, где-то в середину проймы. Вот так вот. Отсюда. И я от боковой линии отступаю. Тоже сантиметров, наверное, 9-10. Да, 9 сантиметров. Вот так вот тоже. 9 сантиметров. И теперь через эту точку, через выточку нагрудную провожу линию. То есть смотрю, как получается, если уходит чуть-чуть в другую сторону. Но я имею в виду, чуть-чуть выше-ниже, ничего страшного. Вот я с вами раз получила нужный рельеф. Что теперь я делаю? Теперь я вот здесь зафиксировала. Естественно, вот здесь мы срезаем. Здесь у нас линия, по которой мы будем с вами все отрезать. Выточку возвращаю на свою исходную позицию. То, что мы временно прорисовывали. Вот так. Если взять вот это вот расстояние, но уже буду промерять, вдруг вы захотите повторить. Я вот здесь взяла, получается, 11 сантиметров. Разрезаю. Все дальше. Смотрите, вот здесь получается. Вот я отрезаю. Отрезаю вот эту точку. Вытачка закрывается. Тоже вот так у меня все пойдет. И отрезаем полностью до конца. Для себя беру подписываю. Потому что асимметрия все-таки, чтобы мы правильно разложили на ткани. Что это лицевая сторона. Ну вот ставлю буковку L. Вот это лицо. Откладываю пока в сторону. И дальше у нас имеется еще одна нагрудная вытачка, которую я тоже хочу убрать. Вот она. Здесь мы можем с вами поступить таким образом. Провести просто параллельную линию вот этой линии. То есть вот так вот. Можно делать не параллельную линию. Это уже тоже как вы захотите. Ну я думаю, что если она будет такая параллельная, может она и смотреться будет лучше. А может быть и нет. Ну то есть как вы захотите, вот так вы ее сделаете. Мы ее можем вот так вот сделать. Чтобы она была вот такой. Можем сделать ее более такой как бы спрямленной. Но я буду делать именно параллельную. Я думаю, что так она будет смотреться интересно. И сейчас промеряю. Здесь получается у нас 19 сантиметров. Вот так вот отмеряю 19. И вот эти точечки соединяю. Вот так. И вот здесь у нас идет клетка. То есть вот это все клетка. Вот смотрите, я дорезаю вытачку, закрываю. И после чего нам нужно будет с вами еще правильно все распределить. То есть чтобы правильно все соединить. Вот эту часть я срезаю. И вот так. Значит для себя мы можем взять и подписать. Вот эта же деталь тоже отрезная. Вот она у нас. То есть все, все режем. Вот так. И теперь смотрим. Что мы получаем. Вот у нас клетка. Здесь у нас тоже клетка. Кстати, вот здесь мы сделаем такой красивый какой-то карман. С этой стороны там где накладной. И сделаем его однотонным на клетке. И смотрим. Деталь у нас первая. Деталь у нас вторая лицо. Деталь у нас третья. Подписываем лицо. И деталь четвертая. Подписываем лицо. Лицо подписываем для того, чтобы четко-четко мы все с вами совместили. Теперь смотрите. Прикладываю. Вот я линию. Совмещаю. И должны мы с вами сойтись. Вот здесь. Вот так. Ну здесь я ставлю такие контрольные метки. По которым мы будем сшивать. Значит здесь контрольная метка. И здесь. Тоже сделаем контрольных меток. Сделаем их так несколько. Тогда будет нам удобнее с вами работать и сшивать. Теперь давайте поговорим. Ну и вот здесь тоже. Вот так. Давайте поговорим. А как же все-таки правильно все это соединить. Ну по спинке все понятно. Значит смотрите. У нас есть. Ну вот одна деталь. Да. Которая должна соединяться. Вот вторая деталь. И рекомендую делать вот таким образом. Сначала мы соединяем деталь вторую и третью. То есть вот так вот вы их соединили. Затем мы можем с вами уже соединить с деталью первой. Прикладываем. И вот так вот. Ну лицом к лицу естественно. Соединили. После чего мы соединяем верх и низ. Вот здесь соединили. То есть вот в таком порядке, когда вы будете сшивать, вам будет сшивать не сложно. Поэтому сразу выберите и для себя прописывайте. Либо скрепляйте булавочками. Вот так вот взяли. Припуски на швы сделали кругом. Булавкой скололи. Значит сшили. Сшили, разутюжили. По контрольным точкам совмещаем. Сшиваем верхнюю часть. То есть вот это лиф. И потом пришиваем низ. И получаем замечательное плачо. Надеюсь видео для вас было полезным. Шейте с удовольствием. Всем удачи. Всем пока. Пока.